СЕМЕРЫХ Горожан Говорят, один сельский житель семерых горожан кормит. Так и есть. Иначе не называли бы сельчан кормильцами страны. Только крестьяне знают, сколько усилий и заботы требует каждый колосок, каждый литр молока. Они не одобряют ни праздности, ни лени и работают от зари до зари на полях, на фермах, в небольших и крупных хозяйствах. Работа сельского тушеника – это работа особая, потому что он производит продукты питания, без чего жизнь невозможна. И при том он же работает не в обычных условиях, он же не работает где-то, он не работает под крышей, он не работает в помещениях. Основно они работают на открытом воздухе, в любую пару года. Среди многочисленных акций Гомельского областного отделения Белорусского фонда мира значительное место занимают те, которые способствуют укреплению престижа человека труда. Потому и решение привлечь внимание к деревенским проблемам, к людям, которые живут и трудятся на селе, механизаторам и агрономам, поливодам и животноводам, у гомельских миротворцев возникло не случайно. Сегодня наша задача – поднять этого человека, человека труда, не только на селе, а человека труда и в промышленности других, поднять ему настрой, поднять его авторитет, потому что от него же зависит все будущее. Поэтому я считаю, что пусть мы своей акцией тысячную долю процентов несем в это, я считаю, это будет правильно, мы именно вместе с исполнительной властью, вместе с руководителями хозяйства, они тоже проводят работу. Но мы уносим определенный вклад именно от миротворчества. Мы говорим, что вот труд сельского труженика, он создает продовольственную безопасность. А что такое продовольственная безопасность? Это стабильность, это взаимопонимание, это дружба, это единство. А если это будет, конечно, будут идти хорошо дела у республики в каждом регионе. Старт акции «Мы славим человека мирного труда» был дан в Будокошелевском районе. Сельскохозяйственный и производственный кооператив «Губичи» предприятие рентабельное и значительных проблем с наличием кадров не имеет. Вместе с тем руководство соглашается. Без дополнительного морального и материального поощрения сегодня никак нельзя. На районной доске подшета наших шесть человек. Их зарплата ежемесячно 30%. Это большое дело. Такие самые условия у нас разработаны и у нас имеется в виду у хозяйств. Потому и предложение гомельских миротворцев провести торжественное мероприятие с вручением ценных подарков лучшим труженикам в СПК «Губичи» восприняли с радостью. Особенность акции в том, что она не приурочена к какому-то конкретному празднику. Инициаторы и организаторы, активисты Гомельского областного отделения Белорусского фонда мира и представители местной власти убеждены, говорить о лучших тружениках необходимо постоянно. Горжусь своей Белоруссией, гордиться я буду. И слов этих нежных взглядов уже никогда, никогда не заберусь своей Белоруссией. Горжусь своей Белоруссией, гордиться я буду. Молодежь, конечно, ходит в села. Ну, ясно, условия в городе гораздо лучше. Но кто-то же должен работать в селе. Так вот, показывая, что мы заботимся о этих людям, пусть немного, но и энное количество молодежи тоже будет оставаться на селе. И этим самым мы эту очень важную отрасль будем развивать. Потому что на ней держится все. На птицефабрике рассвет, что в Гомельском районе, немало молодых работников, которые именно в сельскохозяйственной отрасли хотели бы добиться успехов. Мечтали бы сделать село зажиточным и благополучным. Потому что люблю землю, люблю труд на земле. Нравится мне мой коллектив, моя бригада, мои работники, мои подчиненные. Думаю, что и дети мои будут работать. Тут, если будет такое отношение. Птицефабрика «Рассвет» для проведения миротворческой акции «Мы славим человека мирного труда» была выбрана тоже не случайно. Чествование работников агропромышленного комплекса гомельские миротворцы сегодня считают делом первоочередной важности. Их инициативу с радостью поддерживают и представители местной власти. Акция «Мы славим человека мирного труда» – хороший пример члену каждого коллектива. Сельский труд приносит не только неплохие деньги, но и честь, и гордость, и успех. И, как гласит народная молва, пусть в вашу честь звучат сегодня поздравления. Григорий Лукашев отдал родному предприятию 33 года. Начинал инженером-электриком. Сегодня начальник электроучастка. Человека труда уважают. Ну, представьте, если бы не уважали, я уже давно на пенсии. Если бы не уважали, меня не оставили, меня заключали бы контракты. Но, наверное, ваш опыт очень важен. Ну, и опыт важен, и безотказность. Валентина Пытолева занимается откормом птицы. Ее трудовой стаж на предприятии – 28 лет. Есть желание работать. От чего зависит наше желание? От достойной зарплаты. От хорошего коллектива, отношение к людям, добросовестное, уважительное. И наш коллектив очень дружный, очень сплоченный, друг за дружку мы. Потому что мы работаем за дно. В уютном зале птицефабрики «Рассвет» долго не стихали аплодисменты артистам, которые дарили свое творчество, и героям дня, награжденным труженикам села. Каждый из них добился высоких показателей. Их труд без преувеличения можно назвать самоотверженным и, по их собственному признанию, престижным. И вместе с тем сельчане отмечают – не все измеряется сегодня деньгами. И не надо делать ставку только на заработную плату, создание определенных условий, хоть все это безусловно важно. Каждому человеку, независимо от того, кем он работает, какую должность занимает, хочется слышать хорошее слово в свой адрес, знать оценку своего труда. Поэтому заинтересованность руководства района в этом плане очень велики. Они же за то, чтобы именно научить показать труд этого человека, поднять его на щит, поднять его авторитет. А даже мы наблюдали, что у владельных слеза появлялась, что заметили их труд, что их пригласили, что их пошествовали. Поэтому люди воспринимают это очень-очень положительно. Мне кажется, не ушло в прошлое моральная сторона дела. И чем больше мы будем поощрять людей, тем самым мы создаем хорошее настроение. Человек видит, что его труд оценивается, что все, что он сделал, оно замечено. И, мне кажется, в любом возрасте, еще раз повторяюсь, под любой должности, это все-таки приятно. Цель проведения акции гомельских миротворцев «Мы славим человека мирного труда» благая. Поднять престиж профессии животновода, механизатора, полевода. И вместе с тем продемонстрировать их потрясающую работоспособность, профессионализм, сохранившиеся традиции деревни и, наконец, уникальность людей гомельщины. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok